итак мы зашпаклевали вот на эти детали которые вам показывал нас мы хотели взять грамм 200 шпаклевки но оказалось сами видите кило 750 вот ушла вся шпаклевка вся банка пустая значит повторимся шпаклевка нам нужно для того чтобы убрать все изъяны на деталях автомобиля очищается шпаклевка после соответственно высыхания значит мы как это сама 50 мне здесь не осталось начинаем с 50 50 вот потом 100 и заканчиваем 180 почему применяется вот такие вот зернистые вот сама вот эти вот дела для того чтобы знать если тонкой вы будете чистить вы просто руки собьете его никогда плоскость не создадите а вот этими именно водорубами начиная с полтинника сотка потому 180 заканчиваем мы продаем выводим четко плоскость то есть она легко все идет для этого мы применяли как я вам показывал вот такие значит у нас инструменты вот электрические инструменты но кого кому что бог послал говорится если нет ничего бруском тоже можно вполне нормально такой брусок значит этой шлиф бумагой мы делаем зачистку на сухую то есть воду мы здесь не применяем и так откладываем нашу эту механику всю сторонку вот эти машинки это все нам не нужно почему потому что здесь уже будет тонкая красота шлифовка есть нельзя уже то есть машинка можно протереть там обезьяны какие-то еще создать дополнительно наде все это выбираться по грунту шлифуется только вручную вот особенно зимой мы применяем вот такой от грунт он не из самых дорогих мы не самые дешевых кажется четыре к одному то есть здесь вот состав вот этого и состава чего-то катализатора на него идет вот это значит здесь одна часть этого четыре части получается здесь ошибиться можно особой ошибки не будет но тоже то меня ответе получать что этого нету грунт еще есть немножко неправильно на то что слишком холодно его когда больше добавишь но быстрее корр засохнет прохлад вот это катализатор к нему от 4 к одному вот равномерно это дело все нанесли проверили как она чего там получится грунтоватый обычно надо 1 2 раза 3 может быть поемку то есть первое надо залить те места которые значит у вас а шпаклевкой а потом значит их прочистить еще значит вокруг а потом уже можно кажется чтобы не было перехода таких вот ребребр можно и все значит те детали которые повреждены значит грунт обрабатывать мы обрабатываем только вот шестисоткой вот эти же эти шестисотка обязательно с водой то есть у вас повесенство чистая быть то есть мы должны ее отшлифовать но и царапин не создать то есть хорошо это дело протирается что здесь ничего не было ни пыли ничего и водичка окатывается я просто вам не показал потому что они все здесь зимой можно показать и улица вот такой значит бедой это все мы делаем вручную благодаря вот таким вот вот таким вот шпателя вот эти используем вот такие вот уже порыпанные вот когда вы первый раз прошлись это сама грунтом зашлифовали все это дело вот потом значит ну в принципе как мы определим изъяна еще есть конечно мы принципе от рукой видим атакует раз а я мачка есть но я примеру здесь уже ним акиту а потом карандашиком берем дак это вводим упа тут ямочка топов повели и сюда потом грунтом еще раз наливаем заливаем 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 еще раз прочистили еще раз рукой вот так определяться за это потому что когда машина будет блестеть туда Тогда будет очень видно. Второй метод определения, если кто рукой еще не может сама определиться. Окатите, значит, зачистили и водичкой окатываем. И тогда под лампой она будет видна, те какие изъяны. Вот по краску. Значит, для краски простой, значит, мы применяем вот такую. Вот, потому что краска здесь у нас, кажется, густая. Она разводится, значит, более, у нее вязкость больше, она укрываемость больше, и слой ее больше идет. Для металлика, значит, мы применяем вот такую, значит, шлифбумагу, ну, тысячную, то есть в конце. Почему? Потому что слой металлика очень тонкий, и если там буквально малейшие царапины, значит, останутся, то тот металлик его не перекроет, так царапины эти и проявятся. Там только в конце надо тысяча, а там вот и тысячу двести. В самом конце где-то тысяча, тысяча двести. Ну и порядок. Теперь, значит, вот сегодня вечером будем ее подкрашивать, так сказать. И в конце я потом покажу вас, как она все доделается.